Здравствуйте, я Настрома771. Сегодня я хотел бы выполнить тестирование нового антивирусного решения Касперский интернет секьюрити версия 21.2.16.590 по состоянию на 1 ноября 2020 года. Тестирование выполняется в операционной системе Windows 10 64 бита профессиональная. Аппаратная часть тестовой машины. Процессор FX8 350, 32 гигабайта оперативная память, 120 гигабайт SSD. Перед установкой антивирусного решения территория компьютера проверяется дополнительными сканерами на предмет наличия каких-либо опасных элементов до выполнения теста. Zimano Antimalwa. Каких-либо опасных элементов на территории компьютера не обнаруживает. Hitman Pro. Следов заражения системы не обнаружено. Malwa eBytes Antimalwa. Версия корпоративная. Выполнялось быстрое сканирование. Опасных элементов обнаружено не было. Выполняю установку антивирусного решения. По умолчанию включены определенные компоненты. Защита от рекламных предложений, удалять вредоносные утилиты, обнаруживать другие программы, которые могут быть использованы злоумышленниками для нанесения вреда компьютеру и возможно посмотреть обзор возможностей программы. Активирую пробную лицензию. Активация успешно завершена. Открывается главное окно продукта. Имеется три рекомендации. Включаю обновление. Игнорирую установку Password Manager. Включаю антибаннер и отключаю Save Kids. Более эти уведомления появляться не будут. Облачная защита включена. Карантин пуст. Для включения экранной клавиатуры и некоторых функций необходимо выполнить рестарт программы, что я и делаю. Выполнен рестарт компьютера. Версия программы 21.2.16.590. Выполняю еще одно обновление. Все обновления выполнены. Что касается настроек программы, то все компоненты антивируса переведены в максимальный режим. Высокий уровень безопасности. Какие-либо дополнительные настройки внутри системы я не выполняю. Они работают по умолчанию. Все компоненты активны. Действие, которое будет применять антивирус, автоматическое. Приступаю к загрузке с удаленного ресурса подготовленных тестовых архивов со зловредными элементами. Объекты распределены по трем основным архивам. Общий архив по категориям. Два архива с энкодерами. Один накопительный и второй, который ведется с января 2020 года, также накопительный. Общий архив. Загрузка. Количество элементов. 3762. Накопительный архив с энкодерами. Общее количество. 12159. И дополнительный архив с энкодерами. Общее количество. 3609 по состоянию на текущий момент времени. Завершается загрузка элементов. Объекты находятся в директории загрузки. Приступаю к распаковке объектов. Общий накопительный архив с различными зловредными элементами. Извлекаю. Ввожу пароль. Появляются уведомления о обнаружении опасных объектов. Первый архив распакован. Приступаю к распаковке второго архива. Ввожу пароль. И последний архив на распаковку. Ввожу пароль. Все элементы распакованы. Удаляю сами загруженные архивы. Выполняю сканирование распакованных объектов при помощи антивирусного решения. Завершается сканирование. Завершается сканирование. Было обнаружено 13 577 элементов. Не обработано. 171 объект вылечен и 3 объекта удалено. Выполняется дополнительное обновление баз. 2031 объект требует решения. Устранить все. Начинается обработка. Применяю ко всем удаление архивов. К сожалению, оставшиеся объекты не обрабатываются антивирусом. Можно выбирать устранить все. Можно выбирать единично объекты. Но как бы не нажималась кнопка удалить, в итоге элементы остаются в директории. Удаляю 156 объект. Появляется 159. И по кругу. И сколько бы я не удалял объекты, мы видим, что все те же элементы находятся на экране. Таким образом, имеется ряд объектов, которые антивирус заблокировал и удалять или устранять по той или иной причине не может. Внутри 1836 объектов, как и было после обнаружения. Еще раз пробую устранить все элементы. Попытка удаления заканчивается тем, что после ответа на ряд вопросов об необходимости принятия решений, соответственно, я выбираю удаление. Вновь мы приходим к восклицательному знаку 1836. Цифра не меняется. Проверяем количество объектов в директориях. И учитываем тот факт, что ряд элементов заблокировано. Энкодеры. Дополнительный архив. Блок A. Здесь в настоящее время 62 элемента. Блок B. Здесь на остатке 297 элементов. Накопительный архив с энкодерами. Блок A. На остатке 93 элемента. Также часть объектов заблокирована. Блок B. 771 объект. И общий архив с различными зловредными элементами. Бэк До. На остатке 37 объектов. Батскрипты. 29 из 43. Ботнет. 4 элемента. Троппер. 9 объектов. Малва. 363 элемента. Новые объекты. 20 файлов. Рансом. 1 элемент. Угонщики и подложные антивирусы. 21 файл. Спай агент. 9 объектов. Троян. 111 элементов. Троян крипт. 42 объекта. Вирус. 206 элементов. Но мы здесь наблюдаем часть распакованных объектов, которые остались после отработки составных элементов. Я удаляю эти файлы. И у нас на остатке остается 197 объектов. 27 файлов. И объекты из второго набора. Здесь остается 172 элемента. Приступаю к запуску в режиме реального времени оставшихся объектов. Первая категория. Энкодеры. Дополнительный. Второй архив. Блок A. Перед выполнением запуска объектов я попробовал рестартовать систему, так как имелись подозрения, что часть элементов зловредных не могут быть удалены, так как требуется перезагрузка системы. Об этом антивирус сообщал, когда обрабатывал опасные элементы. Тем не менее, после рестарта количество найденных угроз антивирус остается прежним и объекты также не удается ликвидировать. Они сохраняются в том же количестве. Нагрузка при открытии директории несколько повышена, потому что антивирус вновь сканирует данные файлы и принимает по ним решение. Первый объект запуск от имени администратора. Появляется в памяти и выгружается. Появляются уведомления о том, что объекты помечены на удаление после перезагрузки. Но эта самая перезагрузка не приносит фактического результата. Второй объект. Аналогичная ситуация. И далее по списку. Часть элементов находится в блокировке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В директории B большое количество элементов, поэтому объекты будут запускаться выборочно. А.Кулакова Следующая директория накопительный архив с энкодерами блок А. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Блок А.Объект 375 запускается и пока находится в памяти. Через некоторое время выгружается. Блок B. Так как здесь большое количество элементов, запуск будет выборочным. Блок Блок А.Кулакова Блок Блок А. Общий архив с различными зловредными элементами. Продолжение следует... 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 Вирус 93, Троян 2, Молва 1612, Вирус 300, Вирус 116 и некоторые элементы выгрузились в процессе запуска. Насколько они смогли нанести урон компьютеру, мы посмотрим в дальнейшем. Проверяю директорию для шифраторов, которая располагалась на рабочем столе. Архивы. Все доступны. Видеообъекты. Доступны. Документы. Доступны и читабельны. Шифрованию не подвергались. Музыкальные объекты. Доступны. Изображения. Доступны. Выполняю полную проверку системы. Завершается сканирование. Вновь было обнаружено определенное количество опасных элементов, которые не обработаны. В настоящий момент это 1788 элементов с учетом тех файлов, которые удалялись во время запуска теста. Антивирус пытается обнаруживать и удалять элементы. Я выбираю без перезагрузки. Фактически перезагрузка сейчас будет выполнена. Попробуем удалить объекты, которые были обнаружены. В итоге я принимаю решение выполнить лечение с перезагрузкой для того, чтобы объекты были ликвидированы из системы. Будут ли они фактически удалены, я сейчас сказать не могу. Выполняю рестарт. Система приступает к лечению активного заражения и предупреждает нас о том, что по окончанию обработки компьютер будет перезагружен. После выполнения рестарта у нас вновь предупреждение о обнаруженных объектах. И собственно говоря, все эти объекты присутствуют, никуда они не делись, не удалились. Я попробую запустить процедуру удаления. И если вновь у нас не получится данная процедура, то я прекращу тщетные попытки удалить объекты, которые можно удалить вручную. Но хотелось бы воспользоваться услугами антивируса, так как большой сложности это для него представлять не должно. В ходе рестарта какие-либо дополнительные программы не запускались. Завершается процедура обработки. Сохраняется количество необработанных объектов 1831. Некоторое количество файлов было удалено. Появляется объект Trojanwin32jax, который после удаления вновь здесь появляет. Глобального смысла удалять данные файлы я уже не вижу. Эти объекты я удалю самостоятельно. Переходим в директорию запуска файлов. Выделяю директории и удаляю элементы. Все объекты легко удаляются в режиме реального времени. Никакие элементы из данных директорий не работают. В принципе никакой сложности с удалением этих файлов не представляется. И мы видим, что количество элементов после ручного удаления естественно сокращается. Файлы легко и быстро ликвидируются. Все объекты ликвидированы. Опасных элементов нет. Проверяю еще раз директорию для шифраторов. Архивы доступны. Видеообъекты доступны. Документы доступны и читабельны. Шифрованию не подвергались. Музыкальные объекты доступны. Изображения все доступны. Что касается удаления элементов. Я заметил такую особенность, что если среди объектов попадается какой-то элемент, который по той или иной причине не может быть ликвидирован, антивирус пытается его обработать, появляются два запроса с принятием решения. Несмотря на то, что я выбираю пункт удалить, объект появляется в директории, сохраняется уведомление о опасности этого элемента и его необработке. И все остальные элементы после этого не обрабатываются, а также сохраняются в директории. Что касается данных комода Kill Switch, то сейчас в памяти неизвестных, зловредных элементов не наблюдается. В автозагрузке также нет никаких сторонних элементов. Выполняю сканирование системы при помощи дополнительных сканеров. Zeman Antimalva находит на территории компьютера один опасный элемент. Это Trojan Win32 Generic, который находится в Program Files 86. В своей директории установлен программный компонент WinMax Minor. Более элементов не обнаружено. Hitman Pro находит на территории компьютера два опасных элемента и три следа. У нас имеется ссылка на объект, который поступает на автозапуск, но фактически сейчас директории запуска отсутствует. Был ликвидирован. Соответственно, необходимо исправление для того, чтобы удалить ссылку на его автоматический запуск. В директории Program Files, своя директория, EJU, находится объект MRE, который является Trojan Generic. Объект не работает в настоящий момент. В этой же директории находится своя директория OG, которая содержит объект из набора букв, запускаемый Trojan Generic. Данный элемент в настоящий момент не активен. А также имеется потенциально нежелательное приложение в директории WinMax Minor 6.3. Malva & Bytes Antimalva находит на территории компьютера три опасных элемента. Выполнялось быстрое сканирование. Объекты находятся в категории файлов, в режиме реального времени в памяти не обнаружены. Два объекта Trojan Injector и Spywa Agent находятся в тех же самых директориях, в которых были обнаружены элементы Hitman Pro. По результату выполнения тестирования система практически остается чистой. Имеется ряд элементов, которые можно легко удалить самостоятельно, либо при помощи антивируса. Несмотря на тот факт, что большое количество элементов в итоге осталось в директориях, данные объекты были блокированы и в большей степени не могли запускаться. Те элементы, которые запускались и работали, после сканирования и рестарта фактически в системе активными обнаружены не были. Тем не менее оставалось большое количество элементов, которые антивирус распознал как опасные, предложил пользователю принять решение, но несмотря на многократные попытки удалить эти файлы, они оставались в директории. Никакой сложности для того, чтобы их ликвидировать не было. Они не работали, не запускались и в принципе по решению пользователя архивы, паковки могут быть легко удалены. Тем не менее антивирус обнаруживал проблемные вопросы, связанные с удалением тех или иных элементов и в итоге останавливал процедуру удаления. Данный процесс растянулся по времени и в итоге большое количество элементов я так и не смог удалить при помощи антивируса. Мне пришлось сделать это самостоятельно. Данное неудобство не является критичным, так как у пользователя навряд ли будет большое количество зловредных элементов, находящихся где-то на компьютере. Если же это случится, то в таком случае имеется всегда альтернатива самостоятельно удалить эти элементы, зная где они расположены. Трояны шифраторы запуститься в системе не смогли, файлы пользователя остались целыми. Имеется некоторое количество батскриптов, которые я попробую запустить по окончании тестирования. Данные наборы команд могут навредить работе пользователя, либо настроить некоторые компоненты таким образом, что фактически работа будет неудобной и потребуется перенастраивать систему. В некоторых случаях данные процедуры могут привести к переустановке операционной системы, так как внести какие-либо корректировки будет невозможно. Есть и такие команды. На этом тест завершен. Я прощаюсь с вами. До свидания. После того, как отработал батскрипт, который пытался массово удалять различные элементы, система ушла на перезагрузку, на рестарт. В итоге мы видим, что запуск выполнен, компьютер работает, части программ на рабочем столе не наблюдается, на рабочем столе нет изображения, антивирус работает и не блокирован, какие-либо функции антивируса и его компоненты не пострадали от этой процедуры. Но если мы посмотрим в директорию для шифраторов, то здесь мы не найдем объектов. Архивы пусты, видеообъекты пусты, документы пусты, музыкальные элементы удалены, изображений нет. То есть все объекты, которые находились в данной директории, ликвидированы. Если мы перейдем на диск C в директорию для шифраторов, то здесь все элементы сохранены. Скрипт исключительно работал на удаление элементов, которые располагаются на рабочем столе. Если у пользователя выполнялось хранение объектов не на рабочем столе, либо архивировались объекты, то соответственно они будут восстановлены. Если он хранил элементы на рабочем столе, то отработка такого скрипта в принципе в чем-то похожа на троян шифратор. Только в случае с троянным шифратором мы можем подобрать ключ в некоторых случаях и восстановить элементы. В случае с удалением данные объекты, кроме специального программного обеспечения по восстановлению, возможности восстановить не будет. Или такая вероятность низка.